В преддверии новогодних праздников подросткам рассказали, как правильно использовать пиротехнику. Спасатели объясняют, безопасным является расстояние не менее чем 10 метров. А в местах скопления людей запускать петарды и фейерверки вообще строго запрещено. Показали школьниками, как правильно перемещаться по скользкой дороге. Я, во-первых, вообще не знала, как группироваться. Я, конечно, не падаю, но думаю, это будет полезно. Все, особенно когда утром идут в школу, идут очень быстро, у всех скользкость часов, поэтому все падают, все можно. Ознакомили старшеклассников и с работой тепловизором. Это устройство распознаёт то, что недоступно человеческому глазу. Он основан на принципе инфракрасного излучения, которое позволяет исследовать качество электрических сетей. Спасатели говорят, в новогодние праздники тепловизор особенно полезен. За допомогою тепловизора рятувальники могут вызначать место пожежи, напрямь его расповсюджения. То есть, за сдалегид до проведения разведки можно вызначит, в какой квартире, на каком поверсе, или какое расповсюджение набуло пожежи. Поскольку в зимний период повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах, школьников ознакомили с правилами безопасного поведения на льду и рассказали, как оказывать первую помощь. Я узнала, на самом деле, очень много нового. Все темы на сегодняшнее время актуальны. Самое сейчас интересное, это показывает нам, как спасать утопающего, когда человек упал, провалился под лёд. И на самом деле это очень интересно. Теперь я знаю, как помогать людям в таких ситуациях и не убегать. Можем заходить, не можем. Если можем, то при какой толщине льда. Если есть пролом льда, то как себя в этой ситуации вести? Как достать человека? Как провести реанимационные мероприятия? Как оказать помощь при любой другой травме, которая в этих случаях может произойти? Акцию «Азбука спасателя» до Нового года планируют провести и в других учебных заведениях Харькова. Ксения Ручко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».